Шакон, тебе анекдот расскажи, прикольно. Бл***ь, а грустно, мальчик. Я сейчас нахуй возьми. Избежь меня. Правда, б***ь, я бы, б***ь. Всех расстрелять, всех платили, да? Сейчас бы вместе с собой бы л***ть. С собой л***ть. Взял бы бы акулы, бомбу, б***ь, г**бал бы л***ть. Все люди погибнут на планете. Ну, я погибну, и что, и пусть им. И что хорошего? А что в этом хорошего? Когда ты табо помыкаешь, б***ь. Блин, б***ь. Даже, б***ь, не работаешь, табо помыкаешь. Ты неправильно так делаешь, неправильно, б***ь, неправильно. Ты должен вот так вот делать. Ты же на работе, ты должен какие-то правила соблюдать. Ты не должен удобство создавать. А я тебе удобство не должен создавать. Почему-то я желатой, а ты говно, б***ь. Избежь, все нахуй, думаешь, б***ь. Г**бал, и рот. Ночи я говно. И все просто создавать условия. Никто же не говорил, что ты говно. Я кто же сказал, что ты говно, б***ь. Если уже условия тебе отдают, тебя уже назвали говном. Ну, условия-то, условия-то у работяг, правильно? Условия. Если условия. Ну, любую работу ты ходишь и делал условия. Ну, это унижение. В смысле унижение? Это условия-то унижение. Работа. Это как говорили. Работа, это как говорили. Раб. Вот. Ты же сам добровольно идешь, можно сказать, на рабство. И есть какие-то определенные условия у людей. Ну, поэтому так. Вон, ходит этот самый. Начальник? Черно, б***ь. Она будет, б***ь, в подъезде ставить или нет. Кто-нибудь ее царапает, б***ь. Еще хуже, б***ь. Слушай, какой-нибудь анекдот расскажи, прикольно. Есть у тебя что-нибудь? Ну, я сейчас, знаешь, что? Какая-то, б***ь, фраза, б***ь, апатия к этому, б***ь. Ко всем, вот, б***ь. Какая фраза? Апатия ко всем, б***ь. Ни за чего. Ко всему. Богатые тебе, богатые тебе, плохие, работают тебе, тоже. Приезжаешь, ну, 8, что заходишь, знаешь, тебе нужно прийти, что, 8 роллов? А отсюда выходить, б***ь, уже, нахуй, ебать. Отсюда тоже 8 роллов, прям отсюда надо выходить. Ну, правила такие, да? Б***ь, ебать. Вот. Правильно, б***ь. В общем, все, вот, б***ь, правда, б***ь. Буржуи, буржуи ебаные, б***ь. Да как-то ты, как не влажал, так уважать все плачу не, б***ь. А, начальник? Да. А что-то это, так? Правильно. Это его работа, начальник. Я директор учебы «Ягуар», а учебы «Ягуар» – это МВД спецназ-микстер, я директор учебы «Ягуар», а он самый спецназ-микстер, я по убережу, Руслан Анатольевич такой был. Я сказал, что тут что-то, что не давай с тобой о чем-то поговорим, я говорю, давай, с другом я не хвотаю, смеяюсь. А он говорит, давай о чем-то другом поговорим, я говорю, давай. Вот. Я запрыл тему, я говорю, вот если человек боится, если человек боится кого-то, он человек, который не будет уважать. Это называется дисциплина. Если, как тут сказать, если боишься кого-то уважать, я говорю, я говорю, хуешки, Руслан Анатольевич, хуешки всем, хуешки всем, всем, всем людям, вот так вот. Если я боюсь человека, то я его уважать никогда не буду. А он, понимаешь, почему? А потому что я ему буду, блядь, я его боюсь, уважать не буду. Если я уважаю, то ко мне сердце, я к нему сейчас не должен повернуть, а не зобы. Во-первых, если я боюсь его, он для меня, блядь, будет последним титром, бафлером и все, молодец. Он подумал, подумал, вот, а ты прав, молодец, а ты прав, так сказать. Я говорю, ну вот, если я боюсь человека, я его ненавижу, ненавидеть, во-первых, буду, игнорировать буду. Не буду, блядь, там пиздец, а он. Я даже, я даже возьми его за, убил, нахуй, имею право убить, если я его боюсь. Вот так и подумал, и это тоже правда. Не имеешь права убить, так, если я его боюсь. Ну вот, а если я уважаю человека, я говорю, я его не должен бояться. Я не должен бояться, я не должен пред ним отсчитываться, там, что-то, что-то так сказать. Если я уважаю, то уважаю сердцем, душой. Я принимаю его таким, как он делал, если я уважаю, уважение не делал. То, что я принимаю таким, как он. А если он мне подходит, и мне ультимата предъявляет, условия какие-то ставит, и все какие-то правила мне внушают, то, что я ему должен. А он мне что, не должен, который я боюсь? Тебе нужно зарплату платить вовремя. Разве не так? Вот опять, вот опять, вот ты теми словами говоришь, которые боятся. Они боятся уважать. Понимаешь? Уважение, уважение. Вот так, деньгами в глаза ширять, работы ширять, всем ширять. Вот люди только способны ширять, упрекать. И еще, блядь, как бы тебе делать такие условия, что ты обвелся, я тебе ничего не обвелся, а ты мне вот обвелся, 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 обвелся. Что мне должен? Ну я тебе вообще ничего не должен. Это говорит о чем? Это либеральные, блядь, это либерально-фашистские, либерально-какие-то, блядь, взгляды. И несовестные взгляды. Это, ты знаешь, что сейчас говорят? Даже глиста, глиста, благороднее глиста будет, чем тот человек, который боятся, и тот, который тебе ширяет в глаза. И то она, глиста, это больше честнее, чем вот такого человека. Глиста, которая, блядь, уничтожает внутри человека. И то она благороднее, чем этот такой человек, блядь. Глиста, блядь, даже говно, блядь, свиная, блядь. Типа, и тот достойный, сам такой человек. И то можно этому говну памятник сделать и на нее молиться, а на такого человека, который зарплаты, зарплаты работы, блядь, это самое, тычет пальцы, тычет пальцы и что упрекает, блядь. И что, блядь, тебе говорит то, что я должен ему, блядь, а он не мне должен, блядь. То даже говно будет, блядь, золотом, чем этот человек. Срочу вам вопрос. Я, определение, определение. Это же обычный работяга, а он начальник. А он же, а он, а он хуже говна. Почему? Хуже, хуже детского, хуже старческого поноса. Срочу вам вопрос. Почему? А потому, что, если полномочия свои нехуй завышать, ему может быть вообще, здесь, они ходят, холят с этим телефонами. Я бы им, блядь, такие телефоны дал бы нахуй, я бы, эти, шансы, ну, вон, положу там, и спускай лежать, похуй там. Дети тебе звонят. Вот тебе, ты опушен, что ты в интернете не лазил. Все, нахуй. Ты работал. Тимерно, я работу дал, все, нахуй. Знаешь, ну, такие, как я, блядь, там, допустим, я не леюсь, присесть, блядь. А он пошел, сидит, как, вот, час, два, три, приходится, походится, ходит. Ой, у меня ножки, он говорит, у меня ножки, идет ножки, ухожу, как, сижу. Все. А он не должен сидеть. Он должен вообще, нахуй тоже, блядь, брать начальник. Вот в советское время, в советский союз был, там, блядь, там вот начальник берет, блядь, лом, блядь, и пошел здесь с работникам. Начальник цеха. Директ, директора ходили, блядь, лопатами, деревья сажали, копали, асфальт улаживали, блядь. Третьтора, блядь, ай, кассаник цеха, блядь, ходит. И еще приемлик его, как говорится, заместитель этого начальника, где ходит, и тебе указывают, как стоять, как ходить, как смотреть, как дышать, как плевать, как эти пурить, как пойти не пожрать, как пойти посрать. Он тебе указывает уже. Это уже, это уже полномочия уже превышней. Понятно. Девять дней, конечно. Потому что одни, блин, везде такая хуйня. Прямо в полномочии. И даже в таком полномочии даже хозяин не дал. А хуй его знает. Сейчас дядя хозяин скажет, что он полномочия так и так. Вот он, блядь, доводит до самоубийства человека. Ну и все, нахуй. Чем, например? Вот. Даже вот, как ты говоришь, ход ударился там вот, ударил эту вот, эту вот, в двери хуели, да? И он к тебе подходит, я тебя за охвату. Промолчи, ебать, в ерунде. Страфы есть, да. И что, и что, и что, и что из этого, что, блядь, сделать хорошо? Люди будут бояться накачать, если что-то сломать. А так не будут бояться. Бояться. Вот именно они полномочии в этом, нахуй, пиздецкое. Смотри, какой человек. А то возьмет, какой-то, пырнет его ножом, вот, блядь, я вот так, вот так вот, как и я. Вот так вот, вот мне нож. Несвободно в локти вскрыть, вот, вены, по венам пройти, всегда зарезать, человек может. Он целярский нож? Навряд ли он. Тарапины кем. Да, правда, что ли? Да. Тарапины кем. Тарапины кем.